Приветствую вас зрители моего канала. У производителя радиостанции Харрис есть целая серия или целое семейство радиостанций, которые используются в странах НАТО и в странах подверженных влиянию, так скажем, НАТО. Это серия радиостанций Харрис RF 5800. В этой серии есть несколько радиостанций ранцевого исполнения, достаточно крупных. Я вам рассказывал о коротковолновой радиостанции, работающей в диапазоне частот от 1,6 до 60 МГц, то есть перекрывающей большую часть лоу-бэнда. Есть в таком же ранцевом исполнении УКВ радиостанции, работающие от 30 до 108 и от 30 до 512 МГц. Есть вот такая вот переносная радиостанция, которую можно держать в руке. Она работает тоже от 30 до 108 МГц, то есть в диапазоне лоу-бэнд, также перекрывает мид-бэнд. Соответственно с нее можно связываться со всеми остальными ранцевыми радиостанциями из этой серии 5800. И с коротковолновой, работающей до 60 МГц, и с УКВ радиостанциями, которая соответственно дна работает от 30 до 108, точно так же как и переносная, и с той, которая работает от 30 до 512, тоже в диапазонах лоу-бэнд, мид-бэнд можно связываться вот с такой вот радиостанцией. Я вам сегодня расскажу именно о переносной радиостанции Харрис RF 5800. Эта модель радиостанции называется RF 5800V-HH. V означает VHF диапазон, HH означает handheld, то есть переносная. Работает эта радиостанция в диапазоне частот от 30 до 108 МГц, то есть перекрывает лоу-бэнд, весь и мид-бэнд. И доходит до вещательного диапазона 88-108, в котором она тоже может работать естественно только в узкополосной частотной модуляции. Может передавать речь в этой самой узкополосной частотной модуляции, может передавать данные, а может передавать речь поверх этих самых данных. Выходная мощность передатчик радиостанции 5 Вт, также есть два режима пониженной мощности, средняя 2 Вт и самая маленькая 0,25 Вт. Кстати говоря 0,25 Вт очень экономичный режим для самой ближней связи, удобно его использовать, батарейка экономится и далеко сигнал ваш не будет слышно. Питание радиостанции осуществляется от съемной аккумуляторной батареи. Самый распространенный тип это литиевая батарея, содержащая в себе три банки, три элемента емкостью 4,8 Ач. Естественно рабочее напряжение соответствует трем банкам. На аккумуляторе написано, что это 10 с половиной вольт или 10 с чем-то там. Но на самом деле это конечное напряжение в конце зарядки 12,6 Вт, так как на каждую банку будет напряжение у нас 4,2 Вт в конце заряда. Соединяется батарея вот таким вот образом, поворотным соединителем. Разницы нет какой стороной присоединять, можно этой стороной, можно этой. То есть ошибиться в установке этой батареи очень сложно. В центре находится два контакта, эти контакты круглые, поэтому при повороте ее контакт сохраняется и соответственно неважно какой стороной ее установить. На боковой стенке корпуса есть защелка, которая у нас при установке радиостанции защелкивается сама. А для того чтобы снять аккумулятор, надо эту защелку поднять кверху и повернуть опять аккумуляторную батарею. Вот таким образом подсоединяется батарея. Емкость 4,8 Ач достаточно большая, вообще вся радиостанция это очень крупная и тяжелая, поэтому на фоне общего веса радиостанции вес аккумулятора не так заметен. Для зарядки батареи используются разные зарядные устройства, одно из них вот такое вот настольное, офисное, выглядит как будто какая-то пластмассовая подделка. На самом деле это оригинальные варианты, это не какая-то китайская подделка, это тоже производство Харис, зарядное устройство, к которому подключается вот такой вот адаптер сетевой для питания сети переменного тока. Это зарядное устройство может заряжать аккумуляторную батарею, может ее разряжать предварительно, а потом заряжать для того чтобы прогнать полный цикл, хотя для литиевых батарей вроде как это не требуется. Существует также зарядное устройство, работающие одновременно с двумя аккумуляторами или одновременно с шестью аккумуляторами, то есть есть несколько таких зарядных устройств или можно сказать зарядных станций. На нижней стороне аккумуляторной батареи есть несколько контактных площадок и в зарядном устройстве есть несколько контактов, которые подпружинены и подсоединяются к этим контактным площадкам. И эти контакты расположены так, что радиостанцию или аккумулятор можно установить зарядное устройство любой стороной. Можно поставить так, можно развернуть соответственно 180 градусов и тоже у нас будет с вами работать зарядка, то есть перепутать полярность или какой-то способ установки при зарядке радиостанции нельзя, это очень удобно, нельзя ошибиться, нельзя что-то сломать. Размеры этой радиостанции очень большие, конечно, она переносная, предназначена исключительно для того, чтобы ее держать в руке. Держать ее, кстати, удобно, здесь на корпусе есть такие выемки для пальцев и вообще края все скруглены, держится она достаточно удобно, но она очень большая и очень тяжелая. Если сравнить с обычными, привычными нам радиостанциями не военного назначения, например, с очень крупной Моторолой МТ-1000, которая тоже, кстати говоря, может быть на лоу-бендовский диапазон, у меня вот это именно на лоу-бенд, то по размерам эти радиостанции немножко, так скажем, соизмеримы, конечно, но даже эта огромная Моторола, все равно она меньше, чем этот Харрис. Обычные, привычные нам вот такие радиостанции такого размера, например, Моторола P080 у меня или P040 была бы, или GP340, любые Моторолы, они примерно вот такой размер имеют, или современные ДМР, примерно такой размер имеют, то с Харрисом они, конечно, сочетаются очень забавно. Кажется, что вот эта вот достаточно крупная в обычной жизни Моторола, которая больше по размерам, чем всякая китайская, и она по сравнению с этим Харрисом просто малютка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно, очень важный вопрос, как в эту радиостанцию устанавливаются рабочие частоты. Есть два способа это сделать. На боковой стенке есть многоконтактный разъем, к которому подключаются разные устройства. Например, к нему может подключаться внешняя тангент или гранитура. К этому разъему может подключаться кабель для передачи данных, когда радиостанция выступает в качестве модема, в качестве устройства передачи данных. Кстати говоря, в этом случае есть два режима работы, когда непосредственно по кабелю передаются сами данные. На радиостанции у нас есть компорт. Либо по кабелю устанавливается PPP-соединение, и уже передаются IP-пакеты. Так вот, сюда же к этому разъему подключается кабель для программирования, с помощью специального софта можно менять частоты каналов, настраивать и все остальные настройки радиостанции изменять. Но есть второй способ, который предусматривает настройки радиостанции полностью, с клавиатурой дисплея, не подключая никаких внешних устройств. Причем этот способ штатный, это не какой-то тест-мода, не какой-то, так скажем, хак этой радиостанции, а непосредственно на ней есть специальный режим программирования в полях, фил программинг. Каналы в этой радиостанции называются сетями, то есть мы включились на какой-то канал, на самом деле мы вышли для радиосвязи в какой-то сети, в какой-то радиосети. Вот таких сетей в настройках может быть описано до 25 штук, хотя включаются с переключателя каналов на верхней стенке радиостанции только пять сетей, только пять каналов, но есть режим сканирования, который тоже, кстати говоря, включается с помощью переключателя, и для него есть отдельное положение скан. И вот в настройках радиостанции может быть описан скан-лист, в который входят, естественно, не только первые пять, но любые сети из 25 сетей. Ну и естественно у нас есть еще на передней панели кнопочки со стрелками, которые тоже при каких-то обстоятельствах могут использоваться для переключения сетей. Я уже сказал про многоконтактный разъем на боковой стенке радиостанции, к которому может подключаться тангента, и также на верхней стенке есть естественно круглый военный разъем, как на большинстве натовских станций, к которому тоже может подключаться какая-то тангента, трубка, микрофон или какое-то устройство ретрансляции. То есть это низкочастотный разъем для подключения какого-то оконечного низкочастотного оборудования. А А многоконтактный разъем это разъем в том числе для передачи данных и для программирования радиостанции. И еще у радиостанции есть разъем для подключения антенны. Это разъем усиленный TNC, то есть разъем достаточно прочный, с резьбовым соединением, и еще он усилен снизу большой металлической площадки. Антенны подключаются, соответственно, вот так вот по резьбе соединяются и упираются в эту самую металлическую площадку. Соединение очень прочное, гораздо прочнее, чем если бы здесь был какой-нибудь разъем BNC или же, тем более, SMA. Антенны к этой радиостанции в основном используются два вида. Вот такая вот антенна. Гибкая, укороченная антенна. Она выглядит как спиральная антенна, но на самом деле это широкополосная антенна. Это не спиральная антенна, настроенная на какую-то часть лоу-бенда, а это низкоэффективная широкополосная антенна, которая работает во всем диапазоне частот от 30 до 108 МГц. То есть в такой широченной полосе такая короткая антенна может работать только за счет согласующего устройства, содержащего в себе какой-то резистор, какое-то сопротивление поглощающее. Если мы посмотрим ксв этой антенны во всем диапазоне частот рабочим с помощью антенны в анализатор, то увидим, что она не имеет какого-то ярко выраженного резонанса, а значит и не имеет высокой эффективности. Вот такая вот антенна, но она удобна тем, что ее не нужно перестраивать. Любая узкополосная такая антенна, она была бы очень сильно зависимая от внешних предметов, если за нее взяться рукой, прислониться к чему-то, то у нее эффективность бы сразу очень сильно падала, в десятки раз, а то и в сотни. У этой антенны эффективность и так очень низкая, и от прикосновения к ней, во-первых, она не падает, эта эффективность, во-вторых, она работает так во всем диапазоне частот от 30 до 108 МГц. Также существует еще ленточная антенна, я вам вообще про такие антенны рассказывал в отдельном видео. Ленточная антенна имеет абсолютно такой же разъем, и кстати говоря, тоже она не резонансная, а тоже широкополосная, и работает во всем этом диапазоне частот одинаково. Можно ее так вот загнуть, имеет она здесь гибкое основание гусиную шею. Ну конечно она гораздо более эффективна на частотах лоу-бенда, хоть и не резонансная антенна, но гораздо более эффективна, но зато, наверное, можно сказать не такая удобная. Я вам уже неоднократно сказал про переключатель на верхней стороне корпуса радиостанции. Это основной переключатель режимов работы радиостанции, можно сказать, что это самый главный орган управления. Он производит включение питания радиостанции, то есть самое первое положение на нем это положение называется OFF, питание выключено. Далее следующие пять положений это 5 каналов, 5 сетей, которые можно переключать, как переключателем каналов, именно этим переключателем. Потом следующее положение это скан, в этом положении запускается сканирование по списку сканирования по скан листу, который нужно программировать. Следующее положение FP, это фронт панел, то есть управление каналами с передней панели, кнопками вверх и вниз. И последнее положение это Z-ALL, называется это обнуление радиостанции, то есть удаление всех настроек, если вы хотите мгновенно все удалить, потому что эти настройки радиостанции представляют какую-то ценность, чтобы они не достались противника, то есть режим удаления. Для удаления нужно переключить в этот переключатель верхний в положении Z-ALL, это крайнее последнее положение можно, не глядя, в него переключить, просто прокрутили до упора переключатель. И следующее что надо сделать, здесь есть еще на задней, вернее на верхней стенке, переключатель, миниатюрный тумблер на три положения. У него есть два положения фиксированных, а третье как кнопка, то есть в это положение в третье можно только переключить и удерживать там. И вот это третье положение тоже обнуление. Чтобы обнулить все настройки радиостанции нужно переключить основной переключатель в последнее в крайнее положение и нажать этот тумблер тоже в дальнее самое левое положение и удерживать его там. Тогда произойдет обнуление всех настроек, сброс всех частоты и так далее. Еще у этого верхнего миниатюрного тумблера есть два положения PT и CT. PT это обычная работа в частотной модуляции, PT переводится как plain text, то есть открытый текст, а CT это соответственно шифрованная работа, криптованная крипт текст, соответственно буковки означают эти. И третье положение с буковкой Z, как я уже сказал оно не фиксированное, работает как кнопка, нужно тумблер удерживать в этом положении, это положение обнуления всех настроек радиостанции. Еще из органов управления на боковой стенке есть кнопка включения передачи, естественно, большая и достаточно удобная, она причем защищена вокруг специальным выступом на корпусе. На дне есть сдвоенная кнопка регулировки громкости, плюс-минус, просто нажимая эту кнопку мы изменяем громкость радиостанции. И снизу есть кнопка принудительного открытия шумоподавителя, причем, к сожалению, эта кнопка работает с фиксацией, нельзя просто нажать и послушать пару секунд эфира, потом отпустить и шумодав закроется. Она работает с фиксацией, то есть я ее нажал, отпустил, теперь шумоподавитель открыт, еще раз нажал, отпустил шумоподавитель, закрылся. Не совсем удобно, но в каких случаях наоборот будет удобно, потому что кто-то будет слушать эфир вообще не используя шумоподавителя и с помощью этой кнопки его отключат. Еще конечно на радиостанции есть дисплей монохромный жидкристаллический и кнопки с зеленой подсветкой дисплей и кнопки. Подсветка естественно может включаться только при нажатии кнопок на какое-то время, а может работать непрерывно. Есть в радиостанции различные меню настроек, можно включать программирование частоты, как я уже сказал, можно включать селф-тесты различные, запускать, менять разные настройки, как у нее работает, например, порт для подключения, передачи данных и так далее. Все это можно делать с меню, с кнопок радиостанции. Подробно конечно я описывать это не буду, так как для этого есть инструкции по эксплуатации и функций, возможностей очень много, различных пунктов меню, настроек очень-очень много и рассказ об этом занял бы несколько часов. Еще на дисплее радиостанции есть миниатюрный индикатор уровня сигнала, можно сказать S-метр. Он сейчас показывает практически полушкалы шума, так как у меня здесь рядом включен компьютер, камеры, мониторы, много всего в общем работает цифровой техники. И если отключить сейчас антенну от радиостанции, то уровень шума этот резко снизится, S-метр не будет показывать ничего. В общем-то, наверное, тоже нужная и удобная функция, можно по ней как-то понять, с каким уровнем проходит у нас сигнал от корреспондента, которого мы слышим. Если на слух, по шумам мы как-то это сами не определим. Корпус радиостанции, конечно же, очень прочный, металлический и достаточно пылевлагозащищенный. Есть различные прокладки металлические, и где расположен у нас громкоговоритель и микрофон, тоже все защищено специальными защитными пленочками. В результате чего модуляция у радиостанции не очень хорошая при работе на встроенный микрофон. При подключении внешних таких-то тангент, гарнитур модуляция будет гораздо лучше. Но со встроенным микрофоном она достаточно бубнящая. Давайте послушаем, как это все звучит. Я сейчас радиостанции попередаю, а меня будет принимать, мой сигнал будет принимать трансивер вот здесь на столе FT847 и записывать этот сигнал на компьютер. Соответственно, вы в видео услышите уже сигнал, записанный с линейного выхода трансивера. У этой радиостанции есть множество разных возможностей. Существует модификация такой радиостанции со встроенным gps-приемником, у нее на корпусе выступает еще небольшая gps-антенна, и та версия радиостанции может передавать координаты свои, соответственно, тоже по эфиру с помощью передачи данных. К сожалению, в диапазоне lowband в нашем городе практически не осталось никаких служб, и показать вам работу этой радиостанции на прием при прослушивании каких-то сигналов разного радиообмена я не могу, просто потому что послушать нечего. Но зато проведу с нее радиосвязь с обычной радиостанцией motorola тоже на диапазон lowband, которая находится на расстоянии несколько сотен метров от меня в другом здании. 1, 2, 3, 4, 5, проверка связи. Как меня слышно? Прием. Хорошо тебя слышу. Да, я тебя уверен тоже практически без шумов. Как у меня там модуляция? Прием. Модуляция немножко бубнящая, как будто динамик используется вместо микрофона. Прием. Да, понятно. Но здесь станция такая влагозащищенная, наверное, из-за этого. Все, спасибо, пока на приеме. Принято. К таким радиостанциям существует множество разных аксессуаров, например, батарейные блоки, в которые устанавливаются разные типы батареек. Есть также кабель для питания, который подсоединяется вместо аккумуляторного отсека и имеет разъем для подключения к блоку питания. Есть автомобильный адаптер, то есть некий блок, в который вовнутрь устанавливается такая радиостанция, к нему прикрепляется, от него питается, к нему подключается и управление, и к нему же подключается антенна, так как этот блок содержит в себе еще и усилитель мощности. В общем, много разного внешнего оборудования навесного существует к этой радиостанции. Конечно, такая радиостанция очень прочная, очень надежная, но использовать ее в каких-то профессиональных целях, мирных, я думаю, что не очень удобно, так как, не говоря про то, что она очень дорогая, она все-таки очень крупная и очень тяжелая, весит около килограмма, чуть меньше килограмма с аккумулятором. Во-первых. Во-вторых, диапазон непопулярный лоу-бенд, не очень удобный для какого-то профессионального использования. В основном все стараются использовать более высокочастотные диапазоны VHF и UHF. Ну и в-третьих, конечно же, для радиолюбительских целей она совершенно непригодна, так как ни в один радиолюбительский диапазон она не попадает. В нашей стране здесь, там где есть 50 МГц, она попадает, конечно, в 50 МГц. Можно ей пользоваться в радиолюбительских целях там, где есть 50 МГц. На своем канале я стараюсь вам рассказывать о разной радиосвязной аппаратуре, и о профессиональной, и о радиолюбительской, и даже бытовой, и вот о военной тоже. Различные радиоаппаратуры существует очень много. Разных радиостанций, антенн, к ним каких-то дополнительных устройств. Все это очень интересно, так что занимайтесь радиосвязью, используйте ее для практических целей и для разных экспериментов. Смотрите мои видео. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова